Что будет с орхидеей после покупки в магазине, если ее сразу пересадить цветущей, с хорошей корневой системой? И что будет с орхидеей с цветущей после покупки в магазине, если ее пересадить и у нее будет плохая корневая система? Друзья, всем привет! Ответ на эти вопросы мы уже начали в своем проекте, который у нас начался, ну, сколько, 26 октября, это 5 месяцев назад, ровно 5 месяцев назад, сегодня конец марта, друзья. И кто смотрит постоянно наш канал, те, может быть, вспомнят, что 26 октября, 5 месяцев назад, мы вместе с вами купили две орхидеи. Это была орхидея Катрина, друзья, роскошная такая, темно-вишнево-сливового окраса, похожая на мини-кренберечачью, да, орхидеечку, и в том числе еще каменную розу. А вторая орхидея была, это вот этот вот, друзья, розовый, роскошный розовый Беглиб, похожий на Беглиб принцессу, друзья. Но это не принцесса, а другое название, я вам сейчас его покажу. И вот мы эти две орхидеечки купили, это были новиночки, сделали обзор, ссылочку на видео, потрошение корневой системы этих орхидеек я оставлю в верхнем правом углу. И все ссылки, касающиеся сегодняшней темы этого видео, я оставлю в верхнем правом углу, вы можете нажать на кнопочку И, перевернутый такой восклицательный знак, и вот здесь вот всплывут на экране все видео, на которые я буду ссылаться в этом видео. Они очень интересные к просмотру. Интересны тем, что мы в одном из этих видео, я рассказывал и показывал, какие орхидеи сразу после покупки из магазина цветущей, я потрошу корневую систему, а какие я оставляю доцветать, подробно все показываю и рассказываю. И вот, друзья, вот наши две героини, это Катрину и Розовый Беглиб, мы распотрошили. У обоих этих орхидей была разная корневая система. И вот, кстати, тоже в одном из видео я рассказываю, ссылочка будет, да, в котором я рассказываю и показываю, с какой корневой системы я пересаживаю, после когда распотрошил, да, с какой корневой системы орхидею я пересаживаю, а с какой корневой системой мы оставляем орхидею на доращивание корней и какой-то динамики, хотим увидеть какую-то динамику от этой орхидеи и только после этого ее пересаживаем. И вот как раз вот эти две орхидеи были у нас абсолютно разные. У одной орхидеи была нормальная корневая система, у цветущей орхидеи мы ее пересадили. Вторая орхидея оставляла желать лучшего и мы эту орхидею оставили с открытой корневой системы и плюс еще оставили ее доцветать. Цвела, эта речь идет, как вы уже поняли, о нашей Катрине, орхидеи Катрина, которая у нас цвела примерно где-то еще три месяца после покупки в магазине. И вот буквально два месяца назад она закончила свое цветение. Но вот как раз с этой орхидеей я хочу и ответить на вопрос, что будет с цветущей орхидеей с плохой корневой системой, если ее сразу пересадить после покупки в магазине. И что мы будем увидеть. Собственно, что и говорят, и делают многие новички, когда покупают орхидею в магазине, насмотревшись видео в ютубе, видео других орхаманов, которые рассказывают, что обязательно нужно орхидею пересадить после покупки. Обязательно. Но не делают акцент на том, не рассказывают и не показывают, с какой корневой-то можно сажать, а с какой нет. И вот у нашей с вами Катрины было всего там три таких четыре маленьких сухих огрызка. Собственно говоря, корневой-то и не было. Можете вот по ссылке пойти сверить. Но мы ее оставили с открытой. А что бы с ней происходило, если бы мы ее пересадили? А с ней происходило бы следующее, друзья. Ну, она бы, конечно, доцвела. Потому что фалинопсисы, они тугодумы. Они могут цвести не один месяц. И еще не знать, что у них уже корней нету. Что корни уже погибли. И после того, как орхидея отцветет, она вдруг опомнится, что у нее нет корневой системы. И она начнет катастрофически терять тургор. Если она его, конечно, ну, упругость листьев. Листья начнут морщиться, превращаться в такие тряпочки. И она даже уже при цветении может такой стать. И вот наша Катрина тому не исключение. Продолжая цвести, она стала терять тургор. Корни у нее, конечно, были в плачневном состоянии. Вот здесь вы видите, всего тут 2-3 корешочка. И те неживые. Но, тем не менее, мы дали ей доцвести. И все. Она доцвела. И осталась вот так вот с открытой корневой системой. И вот, чтобы хоть как-то ее простимулировать, мы обработали ее вместе с нашим Мэнкаром. Кто помнит, да? Обработали корневую систему ей Максимом. Сейчас я вам покажу. Максимом. У нас есть плейлист на канале, который называется Максим для орхидеи. Там все подробно. В видео я рассказываю, для чего, почему и зачем мы обрабатываем орхидеи Максимом. Не только для того, чтобы избавиться от каких-то болезней. Но и для стимуляции роста корней в том числе. Но об этом в плейлисте пройдите и посмотрите в разделе на главной странице нашего канала. Раздел плейлисты. Там найдете плейлист, который называется Максим для орхидеи. И вот, собственно говоря, после обработки Максимом, буквально через месяц, наша орхидея выдала вот такие вот, друзья, опять указку я не взял, нет, взял, друзья, вот такие вот роскошные корешочки из основания. Видите? Она не стала раскукливать старые. Кстати, можете обратить, такой немножко розоватый окрас на корнях. Это вот как раз следы обработки, однократной обработки раствором, приготовленным раствором Максима. Мы его не в чистом виде обрабатывали, а приготовили раствор. Ну все, по ссылочке, не по ссылочке, а в плейлисте можете посмотреть. Вот такая вот, друзья, орхидея. Но, тем не менее, прежде чем вот эти вот, друзья, корешочки вылезли у орхидеи, она катастрофически начала терять тургор. Видите, листочки у нее сморщены после того, как она закончила свое цветение. И вот это как раз-таки, друзья, ответ на то, можно ли пересадить ее с маленькими корневыми... Вот что и делают, собственно, новички, когда с маленькой корневой системой цветущие сразу засовывают ее в другой грунт. Вроде бы как избавились от горшочка торфяна кокосового, да, и пересадили. Все, с малой корневой системы. И вдруг вот так вот корни находятся в грунте, орхидея цвела, и она начинает терять тургор. Мы не знаем и не видим, что там происходит с корневой системой. Мы начинаем плясать, танцевать, стучать в бубен, обрабатывать ее всякими различного рода стимуляторами, подкармливать, что только не делать, не понимая того, что там у нее с основанием. И вот, когда мы ее пичкаем кучей всякой химии, орхидеи это на пользу не идет. Орхидея начинает себя чувствовать еще хуже и начинает терять вообще все признаки жизни. И когда мы ее уже достаем, там, собственно говоря, и ничего нету, чистое основание, никаких корней орхидея с потерянным тургором. И ставить такую орхидею на наращивание и на реанимацию, это, друзья, игра в лотерею. Даже не 50 на 50, а, знаете, один шанс из 10, что орхидея вытянет из этих вот сморщенных листочков, вытянет какие-то силы для того, чтобы выпустить свои первые корешочки и начать получать влагу и питательные вещества для развития самой себя. Это вот, друзья, как пример, что бы происходило с этой орхидеей, если бы мы ее с плохой корневой системой пересадили. Но мы ее не стали пересаживать, а оставили ее в открытой системе и обработали ее максимом для того, чтобы, ну, скажем так, простимулировать. И пример у нас есть. Обрабатывали мы две орхидеи. Одну обрабатывали мы Максимом, наш с вами Мэнкар. В одном из предыдущих видео я вам уже его показывал. Вот такой вот он красавчик. Кстати, после полива у него и растет. Между тем, что эта орхидея Мэнкар у нас цвела все это время, мы не срезали ей цветонос, дождались, пока эти цветочки у нас отсохнут естественным способом. И даже при этих цветочках орхидея начала выпускать корешочки, оно вы видите, да, корешочки, и наращивать новый листик. Это тоже после обработки, ну, скажем, препаратом Максимом. Но в этом случае, друзья, она не теряла турбер, у нее все нормально и все хорошо. А Катрина, конечно, там у нее огромные были цветы, и которые вытягивали все силы, соки из этой орхидеи. Она вот, естественно, вот в таком сейчас состоянии. Но корни растут, и с ней все хорошо. И вот сразу отвечаю на вопрос, зададут обязательно, как ухаживал все это время, пока она стояла с открытой корневой системой. Ну, во-первых, она стояла всегда у меня под дополнительной подсветкой с 10 до 10 вечера, ну, 12 часов. Лампа Юнл 18-ваттная для растений. Это первый момент. Второй момент. Температурный режим ее содержания от 24 днем до, так, 16-17 ночи, вот в этом температурном режиме. Но, друзья, самое главное, что все это время, еще до появления корней, вот этих вот новеньких, я каждые 3-4 дня периодически опрыскивал ей вот эти вот старые корешочки, старые корешочки опрыскивал. И когда появились вот эти вот новенькие, стал опрыскивать новенькие корешки водой. Ну, это для того, чтобы орхидея лучше получала влагу, потому что, ну, естественно, листья, они не особо работают, они в принципе не работают, потому что они все питательные вещества перетягивают в рост корней для того, чтобы орхидея уже с новыми корнями начала питать саму себя. И вот чтобы ей хоть как-то обеспечить влажность, а у нас сухо, ну, в принципе, я в регионе в сухом живу, поэтому я ей периодически корни раз в 3, ну, максимум в 4 дня обязательно опрыскивал из поливизатора так, чтобы вода попадала на эти корешки. Вода, ну, прям, как показать вам, вот так вот брал орхидею и прям прыскал на эти корни, чтобы они напитались. Вода стекала, я ее выливал в воду, и вот до тех пор, ну, прям, чтобы вот, знаете, интуитивно почувствовать, что орхидея набрала какую-то влагу, вот эти новенькие корешки или вот эти вот старые корешки, старые, да, старый веламен впитал в себя воду, чтобы понимать, что вокруг основания хоть есть какая-то влага. И, соответственно, прыскал сюда внутрь, чтобы на стенках вот этого горшка были капельки, такая, знаете, своеобразная такая аква, водяная такая пыль была здесь и влажность, чтобы стимуляция, чтобы влажность стимулировала рост корней. И вот такой вот на сегодняшний день результат. Сейчас я воду здесь вот попоил, воду на донышке оставляю, ну, чтобы, как бы, корешочки испаряющиеся в воду чувствовали, ну, и подпитывались влагой. Это вот у нас, друзья, одна из двух орхидей, которая была с плохой корневой системой, цветущая, и вот что было бы, если бы мы ее пересадили, да, вот такое бы состояние. Но в открытой системе мы видим, что с ней происходит, а в грунте мы бы не понимали, что с ней происходит. И по всей вероятности, если бы мы посадили ее даже в органический грунт, вот эти старые корни, они бы начали гнить, и мы бы еще плюс вот к потерянному тургору орхидеи, да, вот этой упругости, мы бы еще и получили какую-нибудь гниль на основании, или еще какие-нибудь напасти. А что произойдет с орхидеей цветущей, если мы ее пересадим с хорошими корнями, с хорошей корневой системой, как мы это сделали с нашим с вами второй орхидеечкой, это орхидея Беглип, Беглипчик, название ее, этой орхидеи, меня спрашивают, а как твой розовый, как называется розовая орхидея? Ну, одна розовая Беглип у нас принцесса, да, с такой, знаете, с, не мазками, а такими, знаете, черточками, конопушками на нижней губе, темно-лиловыми, да, такими полосочками, как усики у котика, да, а это у нас чистого такого сиренево-розового, такого нежного окраса, это, друзья, орхидея называется, U-Pin Fairforks Pink Kiss, друзья, вот так вот, я не знаю, вот так вот, паузу можете нажать, стоп-кадр посмотреть, как называется эта орхидея, как она себя чувствует, ну, сразу хочу сказать, мы ее посадили, она еще, вот, последний у нее цветочек дорастает, да, доцветает к тому, что она уже цвела в магазине, и вот пять месяцев она у нас цвела, потихонечку закончила свое цветение после пересадки, да, и мало того, что она закончила, продолжает цвести, она, посмотрите, друзья, нарастила за все это время, посмотрите, какую корневую систему, посмотрите, какая красота, сейчас я постараюсь достать ее, чтобы вы ее посмотрели поближе воочию, посмотрите, какая прелесть, значит, посадка этой орхидеи у нас, это керамзит на дренаже, крупный керамзит на дренаже, а все остальное у нас, начиная от дренажа, на две трети горшка, да, треть дренаж и две трети горшка у нас в равных долях перемешан древесный уголь березовый, пеностекло и тот же керамзит, но только более мельче фракции, друзья, вот такая вот картина, друзья, вот такая вот картина, орхидея прекрасно себя чувствует, растит корни, и даже у нас один корешочек захотел стать фитилем, да, фитилем для орхидеи и получать воду постоянно, вот такая вот, друзья, орхидея, вот в таком она состоянии, и что хочу сказать, что обе, обе, друзья, вот эти вот орхидеи, они находятся в абсолютно одинаковых условиях, они даже рядом стоят, ну, буквально там на расстоянии, я не знаю, там 30-40 сантиметров друг от друга на одной полочке, получают одинаковое количество освещения, получают одинаковую температуру, и вот посмотрите, какое разное развитие у этих орхидей, это вот, наверное, будет наглядным примером того, как чувствуют и как будут дальше развиваться орхидеи, если после покупки цветущие, мы их, эти орхидеи, поместим в одни и те же условия, с одним и тем же уходом, но у этих орхидей будет разная корневая система, насколько зависит то, как орхидея развивается после пересадки с разным состоянием орхидеи, еще раз хочу обратить внимание, посмотрите новичков, посмотрите видео в подсказках, видео, касающееся, с какими корнями мы пересаживаем орхидею, а с какими корнями мы оставляем орхидею на доращивание, и вот, когда у этой орхидеи корни отрастут, ну, скажем, по 5-7 сантиметров, вот здесь их 2 уже пошло расти, 3 вот там вот наклевывается, видите, от основания, вот хотя бы 3 корешка у нее будет по 5-7 сантиметров, вот тогда можно ее будет уверенно пересадить в один из грунтов, кстати, мэнкар у нас на временном, не посадка эта у нас, мы ее не пересаживали, а наоборот ее поместили вот в такое маховое гнездо, для более быстрого наращивания корневой системы, она у нас, мэнкар тоже, с такими же корешочками, вот как и Катрина была, но только вот мы ее дополнительно еще поместили вот в это маховое гнездо, в общем, друзья, вот такое вот сегодня насыщенное видео с примерами, не забывайте ставьте лайки, мне очень приятно за это, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, и до встречи в следующем видео, всем пока-пока. Продолжение следует...